Всем привет! Барлоу! Наверное, многие, кто интересуется ножами, слышали это слово. Что же это такое? Об этом сегодня и поговорим. Вот этот нож с рукояткой из коричневой кости. Особенность Барлоу – каплевидная рукоятка с длинным больстером. Его удлинили для экономии материала, а в итоге получилась упрочненная конструкция. За это нож и полюбился, в том числе и американскими поселенцами. На этом ноже шильдик в виде замочной скважины или пропеллера. Штамп на клинке. Это дочерняя компания Кейс. Сыновья Плата. Тут два клинка, и в современных Барлоу, как правило, их два. Но изначально был всего один клинок. У слова Барлоу вообще два понятия. Первое – это модель ножа, а второе – это компания, которая их производила. Но точно одно – это фамилия. Этот же нож с накладками из рога и сета к 25-летию клуба коллекционеров Кейс. Посмотреть обзор этого сета вы можете по ссылке в описании. Что касается модели, она совершенно точно появилась в 17-м веке в Шеффилде, Англия. Но после того, как нож стал производиться в Америке, он стал популярным и там, и считается американским. Но это не так. Это клубный шильдик. Тут стандартный набор клинков. Шелкография. Кстати, Марк Твен писал про нож Барлоу у Тома Сойера. Также точно известно, что у первого президента Америки, Джорджа Вашингтона, был нож Барлоу. Изначально эта модель стоила недорого, что способствовало ее большему распространению, у пацанов того времени в том числе. Вот нож с рукоятью из кости. Цвета сахарная вата. Это специальная серия. В далеком 1875-м в Штатах появилась компания Джона Рассела. Вот она-то и начала первой ставить надпись Барлоу на Больстере. А вот в наше время аж четыре семейства Барлоу заявили права на изобретение этой модели. Это все производители ножей. На данном ноже тоже стандартный набор клинков. Вообще, историю возникновения модели проследить трудно. Коллекционировать складные ножи стали в начале прошлого века. Основная волна пошла после Второй мировой войны. И поэтому поиск информации сильно затруднен. Кстати, данный нож, как магнит, притягивает девушек своим цветом. Таких было выпущено всего 500 штук. Вот же Барлоу с рукояткой, похожей на дерево. Но это кость. Это нож члена форума клуба коллекционеров Кейс. Барлоу выпускался не только компанией Кейс. Это очень популярная модель. Не только в Америке, но и в Европе. У нее много поклонников. На данном ноже есть гравировка на больстерах. Сирийник. В этом ноже один клинок клип, а другой пен. Нож-то форумный. Вот такой из враты вышел. Я, кстати, видел Барлоу и с тремя клинками. Видео про мои форумные ножи можно увидеть по ссылке в описании к этому видео. В Америке в 30-х годах прошлого века была компания с названием Барлоу, которая выпускала ножи. А это большой брат Барлоу, Биг Дэди Барлоу. Отличается размерами. Выпускается он гораздо реже своих младших братьев. Тут рукоять из рога, которые так любят коллекционеры. Вообще можно уверенно сказать, что Барлоу – это первый массовый EDC-нож. Тут один клинок. Компанию Барлоу, созданную в 30-х годах, купила компания Норву. По иронии судьбы, она больше не производит ножей этой модели, хотя может запросто начать. Такой вот по итогу этот Барлоу. Это и название компании, и название модели. Прямо как Иван Федорович Крузенштерн – человек и пароход. Такие дела. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых волнующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok